Одинцовский район – динамично развивающийся регион Московской области, который имеет ряд неоспоримых плюсов для вложения инвестиций и реализации новых проектов. У нас есть ряд неоспоримых преимуществ, и сегодня я их называл. Это и хорошее географическое положение, и удобные транспортные развязки, и федеральные трассы, наша экология, наши природные возможности, наши усадьбы, парки. И, конечно, парк «Патриот» для нас – это драйвер экономического развития. Все уже его увидели, ощутили этот драйвер. Я для каждого инвестора на территории Одинцовского района буду персональным менеджером. И уверен, что вот такой ручной режим работы с инвестициями и со Сбербанком даст нам, конечно, результаты. В интеллектуальной сессии приняли участие порядка 40 крупнейших владельцев бизнеса и потенциальных инвесторов, в том числе иностранных. В целях развития инвестиционного климата обсудили создание новых подходов и моделей, применимых не только в Одинцовском районе, но и во всем Подмосковье. Любой бизнесмен всегда ориентирован на что-то новое. И то, что сегодня здесь предлагается, они хотят проверить, насколько серьезны отношения и власти, и банка к этой проблеме. Потому что если два института государственные и финансовые смогут предоставить полный сервис, то это 80% успеха для любого бизнеса. Участники встречи уверены, что система инвестор-власть-банк поможет добиться большей эффективности в решении различных бизнес-задач. Вот этот конгломерат, он и позволит сделать реальное продвижение Одинцовского района, как района, где практически создаются матрицы дальнейшего развития Московской области. Амбициозная команда, которая также активно сотрудничает с бизнесом в лице торгово-промышленной палаты, реально сейчас изменяет климат в Одинцовском районе, позволяя предпринимателям понимать, что администрация, власть – это не соперник, это не препятствие, а это инструмент и партнер в работе над практическими бизнес-проектами. Интерактивный семинар проходил в течение всего дня в Парке Вооруженных сил России «Патриот» в Кубинке. Все наработки и выводы по встрече вошли в дорожную карту. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».